В тот же миг мистер Хель подбежал к телефону и предупредил полицейского инспектора о готовящемся убийстве. Инспектор ответил, что сейчас же дал знать в главное полицейское управление и одновременно послал полисменов в Бретмунд парк. Ровно через пять минут он снова позвонил нам и уведомил, что тело, еще теплое, найдено в указанном месте. В тот же вечер все газеты пестрели крупными заголовками о новом Джеке-душителе. Газеты описывали неслыханную жестокость преступника и упрекали полицию в полной нераспорядительности. Мы снова заперлись с инспектором, который заклинал нас держать все в глубокой тайне, уверяя, что успех дела зависит от нашего молчания. Как вам известно, мистер Хель был железный человек. Он ни за что на свете не хотел сдаваться. Ах, Джон, это было страшно, это было ужасно. Таинственное нечто, темная, грозная, неизвестная сила. Мы не могли бороться, не могли строить никаких планов, и нам оставалось только сидеть, сложа руки и ждать. И каждую неделю, так же регулярно, как всходило солнце на небе, к нам приходило сообщение о смерти какого-нибудь человека, мужчины или женщины, виновного или совершенно невинного. Убитого нами именно нами, так, будто мы убили его нашими собственными руками. Стоило мистеру Хелю произнести только одно слово, и эта бойня немедленно прекратилась бы. Но суровым и жестким стало его сердце. Он ждал, и все глубже становились морщины на его лице. Суровее глядели глаза, мрачнее сжимались губы, лицо старилось с каждым днем, с каждым часом. Нужно ли, Джон, говорить вам о том, что я лично переживал в этот страшный период? Вам стоит посмотреть приложенные письма и телеграммы любимцев Медаса, а также вырезки из газет, чтобы составить себе должное представление о многочисленных убийствах этих злодеев. Вы, вероятно, обратите внимание на то, что любимцы Медаса часто предупреждали Хеля об интригах его врагов и секретных операциях его конкурентов. Казалось, любимцы Медаса все время держат руку на пульсе всего делового и финансового мира. Они весьма часто обладали сведениями, которых наши агенты никоим образом не могли получить. Между прочим, своевременно сделанное ими предупреждение спасло мистеру Хелю 5 миллионов долларов. А в другой раз они послали нам телеграмму, предупреждая о готовящемся покушении на моего патрона со стороны анархиста. Мы арестовали этого человека, когда он явился к нам и передали его в руки полиции. У него нашли изрядную порцию нового взрывчатого вещества, вполне достаточную для взрыва целого броненосца. Мы упорствовали. Мистер Хель держал себя молодцом и ни за что не хотел уступить. Он стал тратить по 100 тысяч в неделю на тайную полицию. Были призваны на помощь многочисленные пинкертоны и специальные сыскные агентства, к которым присоединились тысячи лиц, числящихся у нас на службе. Примечание. Пинкертоны, сыщики. По имени Пинкертона, героя многих детективных рассказов и романов. Конец примечания. Они находили тысячи улик. Сотни людей по их указанию были арестованы. Тысячи других были взяты на подозрение, но ничего серьезного не было обнаружено. Любимцы Медаса чуть ли не каждый день меняли свои способы общения с нами. Каждый агент, являвшийся к нам с поручением от их имени, немедленно подвергался аресту. Но всегда неизменно оказывалось, что это были совершенно невинные люди, которые сами не знали, что делают и чье поручение исполняют. В последний день декабря мы получили следующее письмо. Многоуважаемый сэр, применяя всю ту же тактику, с которой, смеем надеяться, вы уже достаточно ознакомились, мы решили выдать сегодня пропуск из этой юдоли слез полицейскому инспектору Баингу, с которым, благодаря нам, вы так близко в последнее время сошлись. В этот час, как обыкновенно, он находится в своем кабинете. В тот момент, как вы просматриваете наше письмо, он испускает последнее дыхание. С сердечным приветом, любимцы Медаса. Я бросил письмо и побежал к телефону. Можете представить мою радость, когда я услышал бодрый голос инспектора. Но, продолжая говорить с ним, я вдруг услышал, как его голос начинает замирать, как слова сменяются отчаянным хрипом. С ужасом я услышал затем стук падающего на пол тела. Какой-то чужой голос окликнул меня, передал привет от любимцев Медаса и повесил трубку. С быстротой молнии я соединился с центральной полицией и просил начальника немедленно послать людей в кабинет инспектора Баинга. Я продолжал стоять у телефона и через несколько минут мне сообщили, что инспектора нашли плавающим в луже крови при последнем издыхании. Не было никаких свидетелей и никто не мог дать ни малейших указаний, как все произошло. После этого мистер Хэль довел свои расходы на тайную полицию до 4 миллионов в неделю. Он решил во что бы то ни стало выйти победителем из этой страшной игры. Сумма наград, назначенных за поимку преступников, достигла 10 миллионов. Вы имеете приблизительное представление о его богатстве и поэтому можете понять, как широко он поставил дело. Он все время утверждал, что в данном случае ему всего дороже принцип, а не деньги сами по себе. И все его поступки вполне подтверждали и подчеркивали благородство его намерений. Была призвана в помощь полиция всех крупных городов. Мало того, в дело вмешалось правительство Соединенных Штатов и вопрос получил общегосударственное значение. Были ассигнованы значительные средства из государственных фондов и одновременно была объявлена мобилизация всех правительственных агентов. Но все напрасно. Любимцы Медаса продолжили свою страшную работу с прежней регулярностью и последовательностью, которой, казалось, ничто не могло помешать. И в то время, как мистер Хель напрягал последние силы в борьбе, он не мог забыть о той крови, которая была на его руках. Конечно, с внешней стороны он ни в чем не был виноват. И обвинять его в убийстве не отважился бы самый строгий состав присяжных. И все же известная доля вины в смерти того или иного гражданина лежала на нем. Ему достаточно было сказать одно слово, и бойня кончилась бы. Он заявил, что тут речь идет о неприкосновенности и безопасности всего общества. Что дело вовсе не в том, что тот или иной трус постыдно сбежит со своего поста. И что справедливость требует, чтобы малая часть принесла себя в жертву ради большинства, ради всего остального человечества. И все же кровь была на нем, и он чувствовал это, и с каждым днем становился все угрюмее и удрученнее. Он как бы прикрывал своих соучастников, которые безжалостно убивали грудных младенцев, детей, взрослых, пожилых, стариков. Причем эти ужасные убийства происходили не только в нашем городе, но и по всей стране. Как-то раз, в середине февраля, когда мы сидели в библиотеке, раздался сильный стук в дверь. Я подошел к двери, открыл ее и нашел на ковре в коридоре письмо. Канцелярия Л.М. Февраля 15.1900 года. Мистеру Эбену Хелю, денежному королю. Многоуважаемый сэр, неужели ваша душа не возмущается той страшной кровавой сжатвой, которая является делом ваших рук? Быть может, мы несколько абстрактно вели до сих пор наши переговоры и наши дела с вами. В таком случае разрешите нам перейти к более конкретным действиям. Как вам известно, мисс Аделаида Ледлоу так же талантлива, как и прекрасна по внешности. Она – дочь вашего старого лучшего друга, судьи Ледлоу. И нам случайно стало известно, что вы носили ее на руках, когда она была ребенком. Она – близкая подруга вашей дочери и в настоящее время гостит у вас в доме. Так вот, разрешите довести до вашего сведения, что в настоящую минуту, когда вы читаете это письмо, к пребыванию мисс Ледлоу в вашем доме пришел преждевременный конец. Сердечно преданные вам, любимцы Медаса. Вы можете себе представить, Джон, что было с нами, когда мы прочли эти строки. Мы бросились в гостиную, но там девушки не оказалось. Тогда мы поспешили в ее комнату, в которой она всегда останавливалась, когда приезжала к Хелям. Дверь была заперта, но мы высадили ее тяжестью наших собственных тел. Аделаида Ледлоу была мертва. Видно было, что она переодевалась. Она должна была в этот вечер поехать в театр. Ее задушили подушками, снятыми с кровати. Тело ее еще сохранило теплоту и со щек не успел сбежать румянец. Разрешите мне не продолжать описание этого ужаса. Я не сомневаюсь, что вы ясно помните все газетные отчеты по этому делу. Поздно вечером мистер Хель пригласил меня к себе и взял с меня клятву, что я всегда буду помогать ему работать в том же направлении, что я не скомпрометирую его имени, если бы даже для этого пришлось пожертвовать всем его имуществом до последнего цента. На следующий день он поразил меня своим превосходнейшим настроением. Я думал, что последнее трагическое происшествие должно было страшно потрясти его. Только впоследствии я узнал, до чего он действительно был потрясен. А он весь день оставался веселым, шутливым, остроумным, словно нашел наконец выход из создавшегося ужасного положения. На следующее утро он был найден мертвым в постели с ясной улыбкой на похудевшем лице. Он покончил самоубийством, призвав на помощь светильный газ. Полиция и власти пошли нам навстречу, так что удалось объяснить обществу смерть Эбена Хеля разрывом сердца. Мы полагали, что будет осторожнее скрыть правду, но это не принесло нам никакой пользы. Впрочем, никто и ничто не могло уже помочь нам. Едва только я вышел из комнаты покойного, как, увы, слишком поздно, мне подали следующее необычайное письмо. Многоуважаемый сэр, мы надеемся, что вы простите наше столь скорое обращение к вам после печального происшествия, но то, что мы должны сказать вам, не терпит отлагательства. Это заявление крайней важности. Мы подумали, что вы, может быть, пожелаете скрыться от нас. Само собой разумеется, для этого имеется только один путь, который для вас так же ясен, как и для нас. Но мы хотим уведомить вас, что даже этот единственный путь прегражден для вас. Вы можете умереть, но умрете вы побежденным и признавшим свое поражение. Обратите внимание на следующее. Мы являемся неотъемлемой частью ваших владений. Вместе с вашими миллионами мы перейдем к вашим наследникам навсегда. Мы неизбежные. Мы кульминационный пункт промышленной и социальной несправедливости. Мы падаем на голову общества, которое вскормило нас. Мы удачные и неудачники нашей эпохи. Мы бич упадочной цивилизации. Мы создание вывернутого наизнанку социального подбора. Силе мы противопоставляем силу. Выдержать и победить может только сила. Мы верим, что выживут только те, кто сумеет приспособиться. Вы втоптали в грязь ваших наемных рабов и поэтому выжили. По вашему приказанию военные генералы во время многочисленных кровавых стычек убивали ваших рабочих, как собак. И это помогло вам выжить. Мы нисколько не жалуемся на подобные результаты, так как знаем, что и мы подчинены тем же стихийным законам. Теперь возникает вопрос. Кто из нас выживет при нынешних социальных условиях? Вы уверены, что вы наиболее приспособлены. Мы же верим, что мы крепче вас. А разрешить этот вопрос мы предоставляем времени и естественным законам. Сердечным приветом, любимцы Медаса. «Джон, вы все еще продолжаете удивляться, почему я избегал веселого общества и уходил от друзей?» Стоит ли продолжать объяснение? Этот рассказ уже все прояснил вам. «Три недели назад умерла Аделаида Ледлоу. С тех пор я стал жить в ожидании и страхе. Вчера состоялось мое утверждение в правах наследства, о чем было доведено до всеобщего сведения. А сегодня рано утром довели до моего сведения, что женщина средних лет будет убита в Гольденгэтт-парке недалеко от Сан-Франциско. Телеграммы вчерашних газет принесли все подробности кошмарного убийства. Подробности, которые вполне сходятся с теми, которые я узнал, так сказать, авансом. Борьба бесполезна. Бороться с неизбежным я не могу. Я всей душой был предан мистеру Хэлю и сделал все, что было в моих силах. Признаться, я сам не понимаю, почему за мою преданность я должен быть так вознагражден. Я не смею обмануть выраженное мне доверие, как и не смею нарушить данное слово. Но все же я решил, что не буду дольше пассивным виновником этой бойни. Те миллионы, которые я получил на днях, я возвращаю законным наследникам. Пусть крепкие и выносливые сыновья Эбена Хеля попробуют отстоять свои права и свое богатство. Когда это письмо попадет в ваши руки, меня уже не будет в живых. Любимцы Медаса всемогущи. Полиция абсолютно беспомощна. Я узнал от нее, что подобные письма получали и получают другие миллионеры. Но неизвестно, как много их. Потому что, если один из них уступает любимцам Медаса, на его уста накладывается печать молчания. Те же, кто еще борется, пожинают ту же кровавую сжатву, что и мы. Игра подходит к концу. Федеральное правительство ничего не может сделать. Мне сообщили, что такие же организации возникли и в Европе. Общество потрясено в самых основах своих. И малые княжества, и великие державы может не сегодня-завтра охватить пожар. Вместо того, чтобы массы пошли против классов, класс пошел на класс. Мы, стражи человеческого прогресса, повергнуты в прах. Закон и порядок обанкротились самым постыдным образом. Власти убедительно просили меня держать все это в глубокой тайне. Пока мог, я делал это. Теперь я не в силах больше молчать. Это превратилось в вопрос общественной важности. В вопрос, чреватый чрезвычайно тяжелыми последствиями. И я полагаю, что мой долг заключается в том, чтобы до ухода из жизни предупредить всех о страшной опасности. Последняя моя просьба к вам, Джон, сводится к тому, чтобы вы обнародовали мое письмо. Не бойтесь ничего. Судьба всего человечества находится ныне в наших руках. Пусть пресса выпустит мое письмо в миллионах оттисков. Пусть электрические провода разнесут эту весть по всему миру. Где бы люди не встретили и не разговорились, пусть первым делом заговорят об этом. И тогда, когда общество поймет, наконец, современное положение, оно всей своей мощью уничтожит это гнусное порождение наших дней. Примите прощальный привет от вашего Уэда Экшелера. Примите прощальный привет от вашего Уэда Экшелера.